Приветствую! Текст законопроекта 10.379 наконец-то появился и наконец-то мы сможем с вами разобраться с такими вопросами, как какой штраф за неявку по повестке, какой штраф за необновление данных, какой штраф за непрохождение ВЛК. Ответы на все эти вопросы есть в законопроекте 10.379. Его уже проголосовали и теперь ждут только подписи президента. Кстати, вступит он в силу сразу после его опубликования. То есть не нужно будет ждать там, как законопроект 10.449, который мы ждали там целый месяц, да, вот ждем вступления в силу. Здесь вот сразу подписал президент, опубликовали и вступит в силу. Итак, смотрим текст и изучаем, что же там важного для нас написано. Вот этот закон, как мы видим, им внесены изменения в Кодекс Украины про административный правопорушения. И уже из названия этого закона мы с вами четко делаем вывод, что уголовной ответственности за отказ от ВЛК этим законам не предусмотрено. Видите, он касается только изменений в КУПАП, а не в Уголовном кодексе. Поэтому этот вопрос закрыт, уголовной ответственности за отказ от ВЛК не будет. Первый абзац вот этот мы пропустим, потому что он не касается военного времени. И переходим вот к этому абзацу. Он важен для нас. Почему? Потому что здесь установлен срок привлечения к административной ответственности. И здесь мы видим, что написано административное стягнение за отказ от ВЛК в особенный период, а особенный период он как раз сейчас идет, порушень, предпоченных статьями 210-210 прим цего кодексу, может быть накладено протягом трех месяцев с дня его выявления, но не позже одного года с дня его отказания. Что это означает? Это означает, что человек, которому, например, дали повестку, и он по каким-то причинам не явился по повестке, то его привлечь к административной ответственности можно только в течение года. Все, больше года нельзя. Та же самая история с обновлением данных. Больше года нельзя. Спустя больше года нельзя привлекать человека к административной ответственности и накладывать на него штрафы. Хотя там есть спорные моменты, потому что здесь вы видите протягом трех месяцев с дня его выявления, ну и теоретически, например, неявка по повестке вонаколы выявляется. Ну, в день, когда человек должен был явиться по повестке, и, соответственно, в этот момент происходит выявление этого правонарушения. И в этом смысле мне кажется, что срок все-таки должен быть три месяца. Но посмотрим, как пойдет практика, по какому пути. Итак, 210-я статья, как и раньше, это нарушение призывниками военнообязанными, резервистами правил воинского учета. Пропустим с целью экономии времени часть статьи. Почему? Потому что первые две части не касаются военного времени. То есть они заработают потом, когда будет мирное время. Сейчас же работает вот эта часть, где указано, что в чины няги, предбаченных частыною первой цией статьи, в особый период, а именно сейчас особый период, то есть нарушение правил воинского учета в особый период, предусматривает ответственность в виде штрафа от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Напомню, что в этом случае необлагаемый минимум это 17 гривен, соответственно, от 17 тысяч до 25 с половиной тысяч гривен предусматривает штраф именно эта статья. Но тут еще есть примитка, примитка, и примитка говорит о том, что положение этих статей 210 и 210 прим цього кодексу не застосовывается в разе возможности отримания держателем Единого Державного Реєстру призывников військовозобовязанных и резервистов, персональных данных призывников військовозобовязанного резервиста шляхом электронной информационной взаимодействии с іншими информационными коммуникационными системами, реєстрами, базами данных, держателями, которых есть державные органы. Короче, смысл, я думаю, вы прекрасно все поняли, что если человек не передал какие-то данные в ТЦК и СП, но ТЦК и СП может получить эти данные из другого реестра, то в этом случае штраф не накладывается на человека. И здесь вы, конечно, можете сказать, стоп, так что можно не обновить данные и штрафа не будет? Будет. И вот почему. Потому что, во-первых, есть вот этот момент. Урази можливости. Урази можливости. А ТЦК что в суде нам скажет? А можливости нема. Потому что, несмотря на то, что закон есть, положение про реестр есть, вот про вот этот реестр военнообязанных АБРИХ, но оно до конца не работает. И технической возможности нет. И они скажут, а вот мы не можем. И осталось догадываться, на чью сторону станет суд в этом вопросе. Но обновление данных, это же не только вот эта информация. Когда мы говорим об обновлении данных, мы говорим в том числе и про электронную почту, про номер телефона. А этой информации в этих реестрах государственных может не быть. И именно поэтому обращаю ваше внимание, что, скорее всего, штрафы будут. Еще раз обращаю на это ваше внимание. Почему? Потому что я смотрел вот некоторых юристов, которые говорят, вот смотрите, вот эта промитка, она вас освободит от ответственности. Друзья, я, честно, вынужден вас огорчить. Я не думаю, что это освободит от ответственности. Потому что в суде выяснится, что вот в тех реестрах, во-первых, нет ваших данных про почту электронную, про ваш номер телефона. А это те данные, которые должны быть в реестре, которые мы должны обновить. И второй момент. Суд может принять вот эту позицию ТЦК, что у них нет возможности. Поэтому на вот эту промитку не стоит рассчитывать тем, кто вот думает, что там не обновлю данные и штрафа не будет. Скорее всего, он будет. Идем дальше. Статья 210 прим. Нарушение законодательства про оборону, мобилизационную подготовку, там мобилизацию. И здесь тоже первые две части пропустим, потому что они начнут работать когда-то потом, после окончания военного положения. А сейчас переходим к вот этой части, к третьей части. В чинении дей, передбаченных частиной первой цией статьи, в особливый период. Точно так же здесь установлен штраф от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов. То есть от 17 до 25 с половиной тысяч гривен. И вы скажете, а в чем же разница между этими статьями? Дело в том, что именно по этой статье людей будут привлекать к административной ответственности за, например, неявку по повестке. Почему? Потому что эта повестка, которая сейчас выдается, она выдается на основании статьи 22 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. И, соответственно, это и есть нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации. Идем дальше. Что здесь еще есть? Здесь написано, что протокол не будет составляться. То есть то, о чем мы говорили раньше, что по вот этим статьям 210 и 210 прим составлялся протокол. И сейчас действующим законодательством предусмотрено составление протокола. Дальше его не будут составлять. При этом нужно понимать, что даже отсутствие у них обязанности теперь составлять протокол, все равно они должны уведомить человека о том, что будет в отношении него рассматриваться постановление, вернее дело административное о привлечении человека к административной ответственности. И человек имеет право присутствовать при рассмотрении. И если они этого не сделают, это будет основанием для того, чтобы оспорить такую постанову. Итак, подведем итоги. Штраф за отказ от прохождения ВЛК, штраф за неявку по повестке, штраф за необновление данных по новому закону 10.379 составляет от 17 тысяч гривен до 25 с половиной тысяч гривен. И обращаю ваше внимание, что уголовная ответственность за отказ от ВЛК не предусмотрена этим законом. Хотя в первой редакции они это рассматривали, предлагалось к рассмотрению. И, что еще немаловажно, административное задержание на трое суток в отношении тех, кто не имеет с собой документов, тоже не предусмотрено этим законом, хотя в первой редакции это было. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в Telegram канал, там информация появляется гораздо быстрее и ее больше, чем в YouTube канале. Ссылочка на Telegram канал есть в описании к видео. Ну а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.